Пираты под конвоем. ВМФ России против черных операций иностранных спецслужб. Проблемы, которые Россия имеет с военно-морским флотом, не должны загораживать от нас то, насколько он нам все-таки нужен. И лучше всего это доказывать на конкретных примерах. Пример с ролью флота в Сирийской войне был не единственным, он просто был самым масштабным. Стоит для контраста обратиться к малому примеру отдельно взятой операции небольших масштабов, в которой Россия не обойтись было бы без ВМФ, и провал в которой потенциально был бы чреват тяжкими последствиями. Речь пойдет о истории, до сих пор полной загадок, захвате и освобождении сухогруза. Arctic Sea. СК «Эрладный корабль», который поставил точку в угоне. Как все начиналось? 21 июля 2009 года сухогруз класса «Углегорск», носивший тогда имя Arctic Sea, покинул финский порт Пиетар-Сари с грузом древесина для Алжира. Судно должно было достигнуть порта Биджая 4 августа. Все шло штатно, как обычно. 24 июля в 2 часа 10 минут в ходовую рубку вломились люди с оружием. Они были вооружены автоматами Калашникова и пистолетами. Уже позже выяснилось, что они поднялись на борт с надувной лодки, догнавшей судно в нейтральных водах Балтики. Нападавшие связали экипаж, попутно избив всех, кто оказывал сопротивление. При этом одному из членов экипажа выбили прикладом автомата зубы. Сухогруз Arctic Sea. Нападавшие объяснили, изъясняясь по-английски с сильным акцентом, что они из-за шведской наркополиции. У одного из них на одежде даже была нашивка с надписью «Police». Полиция по-шведски. Но было понятно, что это не полиция. Никакая полиция так не работает. Экипаж был связан и заперт в каютах. Дальнейшие события напоминали плохой боевик. Захватчики принудили экипаж везти судно в обход Европы туда, куда оно по идее должно было идти. Когда в проливе Падьякали 28 июля потребовалось связываться с береговой службой Великобритании, экипаж был принужден это сделать. После прохода Падьякали судно продолжило двигаться вокруг Европы, и в Бискайском заливе его терминал АЭС был отключен. Судно пропало. Позже, 3 августа, по свежим на тот момент данным прессы, днем раньше, но это не принципиально, хозяину финской компании «Салчарт», владеющей судном, гражданину России Виктору Матвееву позвонил кто-то, кто заявил, что он, звонивший, и его 25 солдат захватили судно, и если не получат выкуп, то начнут убивать членов экипажа. Стало ясно, что судно не просто пропало, а что оно захвачено, и на борту заложники. Сумма выкупа составляла 1,5 миллиона долларов. Аналогичные требования были переданы грузовладельцу российской компании. Компания обратилась в ФСБ. 4 августа судно не явилось в порт назначения. 11 августа 2009 года Матвеев сделал заявление прессе, из которого следовало, что на судне сломана тревожная кнопка, похищенной аварийной буи, а также то, что он обратился в российский МИД. Еще за несколько дней до описываемых событий Ладный спокойно следовал к Гибралтарскому проливу с целью позже повернуть на север и присоединиться к силам ВМФ, которые должны были участвовать в стратегических учениях «Запад-2009». Кораблем командовал капитан 2-го ранга Александр Шеварц. На борту была группа старших офицеров ЧАЭФ, включая заместителя командира дивизии надводных кораблей капитана 1-го ранга Игоря Смоляка и начальника штаба бригады противолодочных кораблей капитана 1-го ранга Олега Шастова. На борту Ладного находился отряд морских пехотинцев под командованием старшего лейтенанта Руслана Садинова. Корабль находился недалеко от Гибралтара, когда пришел приказ искать сухогруз. По данным разведки ВМФ, Ладному следовало повернуть не на север, как предусматривал план похода, а на юг, в относительно незнакомые для черноморцев акватории Центральной Атлантики, туда, где никто из экипажей Ладного раньше не был. И уже 14 августа Ладный уже был недалеко от похищенного сухогруза. Через двое суток Ладный смог догнать Arctic Sea. В ночь с 16 на 17 августа, в 300 милях от Каба-Верди, в тропической ночной темноте Ладный сблизился с сухогрузом. Последовало требование застопорить машины и лечь в дрейв. Жена вожака угонщиков Дмитрия Савина, Савинца, утверждала потом, что муж звонил ей и говорил, что русские угрожают открыть огонь, если корабль не остановится. По российским данным, Ладный использовал только пару красных сигнальных ракет. И тут захватчики выкинули фокус представили с северокорейским судном «Джон Джин-2». Этим судном пытались притвориться захватчики Arctic Sea. В течение утра 17 августа последовал новый раунд переговоров. Командир Ладного понимал, что полноценный штурм сухогруза будет делом непростым. На борту СКР не было вертолета, он не может его нести, да и морских пехотинцев на такое лучше было не посылать, хотя они и были более-менее неплохо подготовлены. К тому же их было банально мало. Переговоры выглядели куда более выгодным вариантом. И морякам-черноморцам удалось задуманное. После длительных переговоров пираты сдались и приняли требование командира Ладного спуститься в Вильбот вместе с членами экипажа, без оружия, в качестве опознавательного знака намотать себе белые тряпки на головы и затем, в таком виде сдаться. Драма с захватом судна закончилась. В тот же день, Сюрдюков доложил Д. Медведеву, что сухогруз освобожден. Из комментариев МИД РФ номер 1272-25-08-2009. 18 августа посольством России в Каба-Верде было запрошено разрешение на заход сторожевого корабля Ладный в территориальные воды Республики Каба-Верде в районе ООО «САЛ», и в этот же день разрешение было получено. 19 августа около 12 часов по местному времени корабль прибыл и встал на рейде ООО «САЛ», с целью переправить 11 членов экипажа и 8 задержанных с борта сторожевого корабля в Москву для проведения дальнейших следственных действий в аэропорту ООО «САЛ» 17 августа и в ночь с 18 на 19 августа прибыли два военно-транспортных самолета российских ВВС Ил-76, уже в Каба-Верде. Морской пехотинец «Сладного» конвоирует пирата. Завершая рассказ о действиях ВМФ в этой истории, скажем, что возвращение «Актик-Си» обратно на линию, его снабжение и переход в Средиземноморье обеспечили также корабли и суда ВМФ «СМТ» и «Ман», морские буксиры и сам «Ладный» «Блэк-Опс» на Балтике, или немного о том, что это было. Следствие не смогло до конца раскрыть, кто стоял за угонщиками. Сами они рассказывали бредовые версии, никак не соотносящиеся с реальностью. Таким образом, очевидно, что банда была использована в темную. Они знали минимум, позволявший им выполнить захват и угон судна, но, по всей видимости, не представляли, что им делать дальше. По свидетельству «Сандэй Таймс», опрашивавший членов экипажа угнанного сухогруза, бандиты планировали уйти с судна в течение нескольких суток с момента захвата и приготовили для этого спасательную шлюпку. По словам того же члена экипажа, когда «Ладный» догнал «Актик-Си», бандиты уже были сломлены и понимали, что это конец. Видимо, поэтому обошлось без штурма. Тем не менее, следствию удалось установить одного из организаторов захвата. Им оказался бывший руководитель Бюро по координации безопасности Эстонии, эстонская спецслужба, Эрик Ниллис Кросс. В начале 2012 года Кросс был объявлен в международный розыск. Впрочем, есть версия, что он тоже был использован в темную. А затем параты стали давать признательные показания. И один из них, гражданин Латвии Дмитрий Савин, позже получивший за пиратство 7 лет, выдал имя заказчика захвата сухого груза бывшего шефа Бюро координации безопасности Эрика Нильса Кросса. Кросса подставили по заказу из Москвы. Кросс и Савин владели небольшими долями в судоходной компании «Пакри Танкерс» примерно по 5%. Доходы у них, разумеется, были, но расходов они, по всей видимости, все же не покрывали. И однажды Кросс якобы сообщил Савину, что им можно было бы вместе неплохо заработать. Сценарий такой, Кросс сообщает о сухогрузе, на котором повезут дорогостоящее оружие, а Савин готовят команду, которая должна будет захватить судно и доставить оружие предполагаемому покупателю. Вот тут-то в истории вновь появляется фигура бывшего шефа Капа Алекса Дрессена. Дело в том, что никто иной, как Дрессен, и сообщил своему бывшему коллеге и кроссу оберанских С-300 на борту сухогруза. Со слов Дрессена, у него имелся и покупатель. Дело было за малым осуществить захват судна и увести его к месту будущей сделки. На этом самом месте Кросс и превратился из эстонского разведчика, тогда кучавшего Москве, в международного пирата. Разумеется, Дрессен прекрасно знал о том, что никаких С-300 на борту Арктикси нет и быть не может. Знал он и о том, что Кросс ни на минуту не усомнится в информации, предоставленной столь высокопоставленной персоной. И Кросс охотно заглотнул наживку, даром что готовили его именитые британские и американские разведчики. Квящей радости российской разведке. Разумеется, о роли Дрессена в грязной истории с пиратом-разведчиком Кроссом эстонские власти осведомлены теперь, после провала бывшего шефа КПО. По этой причине в Таллине провели свой суд над Кроссом, и сторону бывшего шефа разведки заняли эстонский прокурор Лавли Леби депутат парламента Марко Михкессон. Якобы центральная роль Кросса вызывает сомнения. Хотя он, безусловно, причастен. Что мы знаем точно. Организатором захвата, видимым, был, по всей видимости, бывший высокопоставленный руководитель эстонских спецслужб Эрик Кросс. Кросс ранее имел большой опыт совместной работы с американцами, в том числе в Ираке. Им были набраны исполнители, не имевшие ранее опыта в подобного рода делах. Но они легко справились с захватом судна. Если кто-то не понимает значение этого факта, то пусть попробуют в открытом море загнать корабль на моторной лодке, даже видя его на терминале АИС, скрытно подойти к борту и на ходу залезть на него с оружием. Заметим, что лодку надо было туда еще как-то доставить, как и оружие. Все это говорит о том, что пиратов где-то хоть чуть-чуть, но потренировали перед тем, как идти на дело, и организовали их заброску в нейтральные воды с лодкой и оружием. А это требует ресурсов, которыми отставник Кросс обладать не мог. Далее, описанный членами экипажа эпизод с планами захватчиков покинуть судно. Со стороны это выглядит так, как будто гонщикам на ходу дали новую вводную, причем так, что отказаться было абсолютно невозможно. Что это было за вводная и кто ее дал? Далее, корабль следовал в район, откуда ему по факту было только две дороги или в Африку, или в западное полушарие. Куда он следовал? Почему именно туда? Ну а конец Паганья знаменовался полной утратой бандитами смысла того, что они делают, что и обусловило их добровольную сдачу ВМФ России. Со стороны это здорово напоминает утрату связи с организаторами бандитов могли просто бросить те, кто до этого ими дирижировал, что обусловило нелепые блуждания по Атлантике до почти полного израсходования топлива и воды. Далее в историю было напущено дыма по сей день из одного источника в другой кочуют версии о причастности к угону израильских спецслужб. Но она оформлена настолько по-идиотски, что верить в нее, в такую, какой ее преподносит пресса, невозможно. Теория, согласно которой из Финляндии якобы в Иран были отправлены российские ракеты, засунуты аж в балластные цистерны, тоже, мягко говоря, не облещет логичностью и стройностью. Мы толком до сих пор не знаем, что это было. И не узнаем как минимум до тех пор, пока Эрика Кросса не допросят в СК, а может быть, и после. Но одно совершенно очевидно, когда вокруг какой-то вооруженной акции происходит вот такой информационный хаос, то это означает, что за акцией стоит спецслужба, умеющая хорошо путать следы. Спецслужба, способная обучить банду террористов, снабдить ее автоматическим оружием, вывести ее в нужный район моря, высадить на лодку с оружием и боеприпасами, заставить уже после захвата судна, когда назад дороги нет, действовать по какому-то другому плану, а потом запутать все следы так, что и концов не найти. Захват судна Arctic Sea был частью какой-то черной операции, о полном плане которой мы можем только догадываться. Операции, организаторам которой зачем-то был нужен сухогруз с российским экипажем, принадлежащей компании, управляемой гражданином России, зачем-то было нужно угнать его или на юг Африки, или в западное полушарие. Чтобы сделать что? И одним из исполнителей был бывший руководитель одной из самых прозападных спецслужб в мире, имеющей опыт работы с американцами в Ираке. Это факты. А Израиль, ищущий иранские ракеты в балластных цистернах вышедшего из Финляндии сухогруза силами латвийских безработных, или Россия, устроившая такой кардебалет ради того, чтобы побольнее пнуть эстонского отставника, запутавшегося в финансах и женщинах, это просто пыль в глаза. Это, кстати, не значит, что эта неизвестная нам спецслужба не была израильской. Это значит, что объяснения прессы про причастность Израиля неправдоподобны, а это не одно и то же. Мы не знаем, пока не знаем, кто стоял за похищением сухогруза. Мы понятия не имеем, что было бы, получись у организаторов то, что они задумали, до конца. Сколько было бы жертв? Во что бы это вылилось для нашей страны? Мы не знаем. Но зато мы знаем, кто очень убедительно поставил точку в вояже «Актик-Си», «Аладном» и «ВМФ» в целом. СК «Аэрладный», боевой корабль проекта 1135, даже во время постройки к самым современным кораблям отнести было нельзя, хотя у него был неплохой по тем временам «ГАК» и хороший противолодочный ракетный комплекс. Но нести вертолет корабль не мог, наносить удары по надводным кораблям он может или зенитными ракетами или с помощью 76 мм пушек, то есть на близком расстоянии. Отбивать массированные удары с воздуха он не мог никогда. Сторожевик-противолодочник с урезанным без вертолета функционалом. Тем не менее, корабль получился неплохой мореходный, скоростной и с хорошей дальностью, способный охотиться на подлодке и на мелководье у берега, и в дальней морской зоне, да и в океанской тоже, пусть и с оглядкой на волнение. Эти корабли долго были рабочими лошадками ВМФ СССР, а после РФ. Задача, которую «Аладный» получил в августе 2009, была мягко говоря не его. Начни захватчики корабля убивать заложников, штурм корабля был бы под вопросом, на «Аладном» не было вертолета, с которого можно было бы подавить бандитов пулеметным огнем, как это случилось во время штурма танкера Московский университет морской пехотой. Морпехам сладного пришлось бы подниматься на корабль с лодок, атакуя сравнимого по численности противника, не сильно хуже вооруженного. Потом, когда сухогруз освободили, матросам, предоставившим членам экипажа свои койки, пришлось жить на боевых постах другого места не было. Но важно было другое. Во-первых, этот корабль был. Он был в нужное время и в нужном месте, на пути из одного моря в другое через открытый океан. Во-вторых, его командир, так или иначе, решил задачу практически идеальным способом, сведя к нулю имевшиеся недостатки «Ладного», что говорит о важности подготовки морских офицеров, и о том, что иногда их подготовка оказывается важнее, чем техника, которую они имеют. В-третьих, и это очень важный момент, «Ладный», как и все буревесники проекта 1135, это очень быстрый по современным меркам корабль, это в принципе один из самых быстрых кораблей с водоизмещающим корпусом ВМФ. И один из самых быстрых боевых кораблей в мире на данный момент, до сих пор. И в-четвертых, это далеко не самый маленький корабль, его водоизмещение 3200 тонн, а обводы позволяют ходить при большом волнении. Формально являясь кораблем дальней морской зоны, он может в основном выполнять задачи в океанской. Апологетам москитного флота, патрульных кораблей и тому подобных вещей стоит задуматься. Никакие МРК и тому подобная мелочь не смогли бы догнать. Arctic Sea не смог бы его догнать и патрульный корабль проекта 2160, более того, он просто не оказался бы в том месте в то время, если бы существовал. В те годы никто не отправил бы это недоразумение на стратегические учения. И плюс в виде наличия вертолета на борту не сыграл бы в этих условиях. Задача была бы не решена. А она была вполне реальной, и нет никаких гарантий того, что в каких-то вариациях она не повторится в том или ином регионе планеты. Что мы делали бы с полностью прибрежным флотом в 2009-м? Что мы будем делать с ним, если в будущем такой захват повторится? Более того, случись с событием пойти по-другому, превосходство ладного над теми кораблями, которые у нас строят сейчас, оказалось бы еще более полным по крайней мере, остановить крупное судно парой 76-мм куда легче, чем одной единственной пушкой, пусть даже и с той ММ. История с Arctic Sea еще раз подтверждает, нам нужен надводный флот, и это должен быть флот, способный выполнять задачу в дальней морской и океанской зонах. И нам нужно больше кораблей, пусть даже устаревших, но дающих возможность всегда иметь в зоне потенциального кризиса хотя бы старые СКР. А значит, надо по максимуму ремонтировать и модернизировать старые корабли и тянуть их, пока не появится возможность заменить их новыми. И эти новые должны быть способны действовать далеко от дома. Такой урок мы сегодня можем вынести из истории с захватом сухогруза Arctic Sea, даже вне связи с тем, кто организовывал его захват на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok